Существует множество вариантов выделения файла. Выделение файла необходимо для того, чтобы переместить его куда-то в какую-то папку или произвести с ним какую-то другую операцию. Файл это может быть фотография, документ, видеоклип, музыкальная запись. Я сейчас продемонстрирую те варианты и способы, которые я всегда ими пользуюсь. Они простые и очень надежные использования. Я сейчас открою папочку с фотографиями, чтобы было более понятно. Итак, приступим. Вам нужно выделить один файл. Чтобы выделить один файл, наводим курсор мышки на этот файл и кликаем по нему один раз левой кнопочкой. Вы видите, что файл приобрел синюю окраску. Он выделен. Значит, если теперь вы будете совершать операции какие-то, это будет касаться только этого файла. Чтобы снять выделение, нужно кликнуть левой кнопочкой мышки на пустую часть папки. Выделение снято. Следующий вариант. Вам нужно выделить группу файлов, которые лежат в этой папке подряд. Для этого нужно нажать левую кнопочку мышки и, разворачивая прямоугольник, захватить в этот прямоугольник те файлы, которые вам нужны. опускаются. Отпускаю левую кнопочку. Вот эти файлы сейчас выделены. Чтобы снять выделение, опять же, нужно кликнуть левой кнопочкой на пустую часть папки. Следующий вариант. Вам нужно выбрать некоторые из файлов, которые находятся в данной папке. Нажимаю клавишу Ctrl и кликаю левой клавишей мышки на файлы, которые мне нужно выбрать и выделить. Один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Отпускаю клавишу Ctrl. У меня выделено 8 файлов. Если я буду сейчас производить какие-то действия, я буду производить только с этими восьми файлами. Опять же, чтобы снять выделение, я кликаю на пустую часть папки. И последний, самый последний вариант. Вам нужно выделить все файлы, которые находятся в данной папке. Для этого нужно нажать клавишу Ctrl и нажать клавишу с буквой А в английской раскладке. И отпустить их. Все файлы в данной папке выделены и готовы к работе с ними. Чтобы снять это выделение, опять же, нужно кликнуть на пустую часть папки. Вот такие варианты использования выделения файлов, которые я вам хотел предоставить. Спасибо за внимание.